Добрый день, коллеги! Наш сегодняшний вебинар с вами. Подготовленный компанией Кодерлайн посвящен теме реализации товаров, работ и услуг в 1С Лерки 2.5. Компания Кодерлайн, компания 1С Франчайзинг, занимается внедрением и обслуживанием программных продуктов 1С. Меня зовут Моисеева Екатерина, я ведущая на ВИКе в компании Кодерлайн. Все наши контакты вы сейчас можете видеть у себя на презентации на экране, электронная почта, номер телефона. В компании работает большое количество специалистов разной направленности, которые готовы помочь ответить на все ваши вопросы. Итак, переходим к нашей теме реализация товаров, работы и услуг. Наш вебинар будет построен по следующей схеме. Мы проработаем вопросы в демонстрационной базе. И в конце останется небольшое количество времени на вопросы, соответственно, вы сможете написать их в чат. Итак, программа вебинара. Первым пунктом мы с вами рассмотрим настройку справочников для реализации собственных товаров и услуг, также товаров, принятых по договору комиссии и ответственного хранения. Но в данном случае будем рассматривать именно как передачу, потому что из документа реализации. Соответственно, затронем сам документ реализации собственных товаров, работы и услуг, рассмотрим, как его создать на основании заказа клиента, либо непосредственно, как отдельный документ. И, соответственно, рассмотрим, чем отличается реализация товаров, принятых на ответственное хранение или в рамках договора комиссии. Значит, сам документ реализации товаров и услуг предназначен для признания выручки по реализации услуг. Соответственно, в случае, когда мы проводим обычную реализацию, то проходит передача права собственности. Если мы проводим с вами по договору комиссии или передаем на ответственное хранение, то там происходит операция без передачи права собственности. Вот, соответственно, поэтому организовать учет реализации товаров, работы и услуг можно в разрезе договоров основания для собственных, либо товаров, которые мы передаем на комиссию. Итак, пойдемте с вами в демо-базу. Так, смотрим сразу, я вам покажу версию программы, которая у меня. Значит, у меня демо-база 1.5.8.3, версия 8.3.23.16.88. Почему это важно? Потому что у всех может релиз немножко отличаться. Итак, с чего мы начнем нашу работу? Как всегда, работу мы начинаем с настройки справочников. Мы идем с вами в раздел «НСИИ» и «Администрирование». И здесь нас интересует с вами меню «Продажи». Заходим в это меню. Здесь у нас есть оптовые, розничные продажи. Но в данном случае будем рассматривать оптовые продажи, потому что в основном через документализацию товаров, работы и услуг все настройки находятся в этом разделе. Итак, что я здесь для себя уже отметила, посмотрела, это использование типовых индивидуальных соглашений, которые могут использоваться, а могут не использоваться вашей компанией. Возможность работы с договорами клиента, то есть возможность отражения расчетов в разрезе договоров. Дальше – возможность оформлять корректировки реализации товаров, указывать статусы реализации товаров и услуг для более удобного контроля. предусмотрели возможность отгрузки без перехода в право собственности, возможность оформления актов на передачу прав, реализация товаров с нескольких складов. То есть в данном случае, если вы ставите эту галочку, то есть возможность в рамках одного документа реализовать товар с нескольких складов. То есть эту галочку тоже ставим. Запрет отгрузки. Запрет отгрузки значит, что вы можете поставить какую-то компанию в стоп-лист, грубо говоря, и запрещать отгрузку при, допустим, наличии какой-то просрочки. Далее переходим к заказов клиентов. То есть вы можете использовать функционал заказов клиентов, либо не использовать. В данном случае стоит галочка «Заказ клиентов мы используем». Обособление товаров по запоказу клиента. Есть возможность по направлению деятельности. Использование заказов. Заказ как счет. В данном случае, если поставить эту галочку, то заказ будет просто использовать для печати счетов на плату, то товар не будет резервироваться, не будет контролироваться. Либо заказ только со склада – это для использования складом. Я поставила галочку «Заказ со склада и подзаказ» в флажок. Соответственно, будет производиться контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок, контроль оплаты при закрытии. Будет вестись список причин отмены заказов клиентов. И, соответственно, предусмотрена реализация по нескольким заказам. То есть мы можем по нескольким заказам оформить сразу документ реализации товаров и услуг. Также предусмотрена возможность коммерческого предложения клиенту. Сразу говорю, что основанием коммерческого предложения клиенту реализации товаров и работы услуг сделать нельзя. Можно сделать заказ клиенту. А на основании заказа клиента для формируется реализация товаров и работы услуг. Дальше – киностройки в случае, если вы занимаетесь передачей на комиссию. Оказание 11 комиссионных услуг. Ставим комиссионные продажи, что мы имеем возможность передавать на комиссию. И также передавать на ответственное хранение. В чем отличается комиссия от передачи на ответственное хранение? При передаче на комиссию мы передаем другой организации товар, который в последствии его будет реализовывать и удерживать с него комиссионное вознаграждение. И, соответственно, разницу нам перечислять. А передача на ответственное хранение имеется в виду, что данный товар передается другой организации, где он хранится до определенного срока. И вот галочка, что передача на ответственное хранение с правом продажи, имеется в виду, что в случае, если вы в срок окончания ответственного хранения не заберете ваш товар, то, соответственно, организация, принесшая на хранение, имеет право продажи. Ну, вот так вот мы рассмотрели основные настройки. И давайте переходить с вами уже непосредственно к продажам. Значит, переходим в меню продажи. Сначала рассмотрим возможность продажи с помощью заказа клиента. Выбираем это меню. Итак, здесь мы можем создать заказ клиента. Здесь есть вид операция, реализация, передача на комиссию, либо на хранение с правом продажи. Сейчас мы с вами рассмотрим реализацию с операцией реализации. Я открываю уже заполненный заказ, подготовленный к вебинару. Значит, что мы здесь проставляем, как я сказала, изначально я выбрала реализацию. Организация, которая в данном случае делает реализацию. То есть, если у вас несколько компаний, вы можете здесь выбирать, от имени которой будете проводить реализацию данного товара. Указывается склад, склад, с которым будете также продавать продажи, осуществлять продажи. Выбираем клиента. При выборе клиента заполняется у нас контрагент. Одному клиенту может соответствовать разные контрагенты. в случае, если вы ведете учет по группам компаний. Так, и вот здесь. При выборе операции необходимо правильно выбрать соглашение. То есть, в данном случае соглашение у меня выбрано, продажа инструментов. Если вы будете передавать на хранение, либо делать комиссионную продажу, то, соответственно, нужно выбирать такой договор с таким видом. Сейчас мы с вами откроем договор на продажу, и мы увидим, что вот оно, типовое соглашение, и операция стоит реализация, вот именно в договоре. Соответственно, операция договора соответствует операции, которую мы указали в заказе клиента. Переходим в вкладочку товары. На вкладочке товары мы подбираем товар, который мы будем продавать. Здесь есть возможность выбора различных характеристик, если у номенклатуры настроен учет характеристик. В данном случае здесь кондиционер, и есть возможность выбора характеристики без управления, без национного управления. Ну, то есть, соответственно, это для разного вида номенклатур настраивается своя характеристика. Действие отгрузить нужно обязательно ставить для того, чтобы документ уже попал в дальнейшее меню документы к оформлению. То есть мы здесь можем поставить к обеспечению, допустим, резервировать, но именно в момент отгрузить появится ваш заказ в документ к оформлению. Сейчас покажу немножко дальше это меню. Так, здесь мы ставим количество и можем выбрать вид цены. Соответственно, если у вас в компании настроены разные виды цен, то при выборе определенной цены происходит автоматический перерасчет. Если вы хотите поставить здесь цену вручную, то надо выбрать произвольное. Тогда вы сможете здесь поменять цену на ту, которую вам нужна. Допустим, там 5000. Если мы выбираем ту, которая настроена, в данном случае это настроено, оптовое для магазинов происходит автоматический перерасчет цены. Ставка НДС поставляется 20%. В случае, если в учетной политике у вас проставлено, что ведется учет с НДС, вот здесь у нас вкладке дополнительно мы опять ставим галочку цена включает НДС, налогообложение отмечаем, продажа облагается НДС, то есть нигде мы не пропускаем этот пункт, чтобы у нас учет НДС везде был правильный. Кроме того, я зашла еще в договор и хочу вам показать, что в договоре тоже есть галочка цена включает НДС, то есть везде обращаем внимание на эти галочки. проставили варианты доставки здесь вы можете выбрать самого с нашего склада, наша транспортная служба доставляет клиента, либо выбираем перевозчик, либо перевозчик с нашего склада на усмотрение транспортной службы. Адрес доставки также указываем. Дополнительно заполняется менеджер, контактные лица, группа финансовых учетов и расчетов. Хочу показать, в данном случае это товары, услуги и прочие активы. Мы заходим с вами, чтобы посмотреть, какие счета используются для учета при расчете с нашим контрагентом, то есть будут учитываться на счетах 62, аванс 76, АВ. То есть именно в группе финансовых учетов и расчетов настраиваются счета. Так. Теперь при установке действия отгрузить мы можем провести этот документ. кроме того, еще можно устанавливать приоритеты заказов, допустим, чтобы сначала более важные выполнять, потом средние, низкие, в общем, для более удобного вашего использования данного заказа. И также, если у вас заказ клиента должен проходить маршрут согласования, то, соответственно, есть возможность вправить на согласование. При нажатии кнопочки «Еще» мы можем создать на основании реализацию товаров и услуг. Либо мы с вами переходим в продажи и накладные к оформлению. После того, как мы провели заказ, он попадет сюда, документы продажи к оформлению и будет выглядеть без зеленой галочки. То есть, зеленая галочка показывает нам, что в данном случае уже реализацию я создала. Когда просто падает документ, он выглядит вот так. Это значит, что на основании этого документа еще не создана реализация. Для того, чтобы создать реализацию на основании этого заказа, мы выбираем нужный нам документ и нажимаем оформить по заказам. Но в данном случае пишет не выбрано ни одного документа, потому что мы уже на основании этого заказа реализацию создали. Как посмотреть? так, хотела показать вам связанные документы. Вот они находятся. И вот видно, что на основании этого заказа создана реализация товаров и услуг. Сейчас я вам попробую создать показательство создается. нажимаете оформить и соответственно заполняется реализация товаров и услуг, заполняются товары, которые вы собираетесь продавать. Все подтягивается из того заказа клиента, который вы создали. то есть все заполнилось автоматически, заполнился и клиенты, контрагенты, соглашения, подтягивается договор, подтягивается склад, ну соответственно все поля, которые мы заполнили с вами в предыдущем документе заказ клиента. Соответственно после того, как документ сформирован, заказ можно закрыть. Закрыть заказ. Устанавливается статус закрыт. Теперь если мы перейдем в документы продажи все, мы увидим нашу реализацию товаров и услуг. в данной форме можно выбрать печатный вариант, который вы будете печатать для передачи клиенту. Это может быть простая расходная накладная. В случае если вы оказываете услуги, то это может быть акт показания услуг. Чаще всего компании используют товарную накладную торг-12. она автоматически формируется при условии, что у вас заполнены все справочники контрагентов. То есть в данном случае заполнен и грузополучатель, и платильщик, поставщик. компания, от которой мы производим в данном случае реализацию. Основание у нас выставляется заказ клиента. и данную накладную можно распечатать столько экземпляров, сколько вам нужно. Если нам нужна простая расходная накладная, то мы печатаем самую простенькую, допустим, которая использована в три компании, либо для склада. Для выполненных работ услуг делается акт выполненных работ. В данном случае услуг нет, поэтому сформировать нельзя. также можно создать на основании документа счет фактуру. Создается создать на основании счет фактура выданный. В данном случае, если мы осуществляем продажу с НДС, проводим и печатаем счет фактуру. соответственно, тоже все заполняется согласно нашего заказа клиента. эту счет фактуру мы можем распечатать и приложить также комплекту документов. красненький показатель пишет, что не действует или изменен КПП, здесь просто демо-база, поэтому контрагенты могут отличаться КПП от правильного. программа системой сигнализирует. В данном случае, когда вы будете дальше работать, будете видеть в организации, что, допустим, данная компания, которую вы отгружаете, есть какие-то проблемы. Итак, появился наш счет фактура, который мы выдали. то есть в справочнике документы продажи все в журнале счет фактура тоже отражается. Теперь рассмотрим вариант создания документа без заказа. Соответственно, когда мы сразу заходим в этот журнал, то есть выбираем продажи и документы продажи все. Здесь нажимаем кнопочку плюсиком создать. И здесь можем выбрать вариант, какой документ продажи мы создаем. В данном случае я предлагаю вам создать допустим реализацию через комиссионера и перейти к следующему нашему вопросу. Соответственно, это реализация товаров, работы и услуг по договору комиссии. давайте зайдем. Также подготовила документы к нашему вебинару и посмотрим. То есть в данном случае мы сразу видим, что нет основания заказа. Если мы поставим галочку реализация по заказу, то мы сможем выбрать такому заказу привязан, если, допустим, у вас есть заказ. но в данном случае заказа нет, мы создаем просто так и мы видим, что программа не ссылается. Выбираем клиент, выбираем организацию, от которой мы продаем, наш склад и сразу видим, что операция у нас в данном случае передача на комиссию. Соответственно, после выбора этой операции мы должны правильно с вами выбрать соглашение. То есть соглашение наше точно так же должно совершать операцию комиссия. Давайте зайдем посмотрим. вот мы видим, что в данном соглашении также стоит операция передачи на комиссию. Здесь мы можем указать условия продажи. Можно указать, что мы будем вести с помощью договора. можем без использования договора, можем для соглашения установить минимальную сумму заказа, можем поставить соглашение склад, с которого мы будем отгружать, обеспечивать заказы обособленно, то есть именно поступающий товар будет обосабливаться под этот заказ. И здесь мы видим, каким образом рассчитывается комиссионное вознаграждение. В данном случае стоит процент от суммы продажи. может не рассчитываться, либо может быть процент от разности суммы продажи и суммы комитента. В чем разница? То есть если процент от суммы продажи, то значит берется все продажи комитента и умножается на процент, который мы здесь указали. если процент от разности суммы продажи и суммы клиента комитента, то соответственно будет браться разница по той сумме, которую продал комитент и наша сумма продажи и с этой суммы уже будет считаться процент. Если мы поставим не рассчитывается, то соответственно процент будет ноль. удержать вознаграждение ставим при оформлении отчета комитенту будет удерживаться вознаграждение. Итак, ценообразование ставим, что цена включает НДС, если вы работаете с НДС, либо не ставим эту галочку, если ваша компания работает по упрощенности именно логообложения. Валюта цен, в данном случае рубли, может быть выбраны евро, доллары, другие условные единицы. После настройки можно переходить к товарам и подбирать товары, которые вы передаете. В данном случае выбран набор ключей, не указывая ни характеристики, ни серии. ставлю количество семь штук и произвольную цену. То есть данную цену мы можем установить, как я вам говорила раньше, вручную. Если выберем какой-то вид цен, то, соответственно, будет рассчитано, если этот вид цен у вас заведен в справочники. И, соответственно, отправитель это какой склад. Точно так же мы можем привезти доставку самого вывоза нашего склада и дополнительно указать менеджера, подразделения, контактное лицо, все прочее. Если мы перейдем с вами на закладку «Гипеткредит», посмотрим проводки, нажмем «Отразить рекламентированном учете». Мы увидим, что создана проводка о передаче товаров. 45-й счет это у нас покупные товары отгруженные. И мы видим, что создана просто проводка передачи товаров. Нет проводки по задолженности клиента. То есть задолженность клиента перед нами не образовалась, потому что мы передали по договору комиссии. И в данном случае на данный момент времени еще передача права собственности не произошла. Если мы зайдем с вами в реализацию, которую мы делали с вами раньше и посмотрим проводки. Так, это заказ клиента. Нам нужна с вами реализация. Вот она. мы зайдем в проводки. Мы увидим, что в данном случае есть проводка по задолженности и проходит кредит 004 счета. А это значит, что товар, который мы продали, был у нас тоже по договору комиссии. Также есть содержание продажи комиссионного товара. Если бы данный товар был у нас собственности, то по кредиту был бы 41 счет. Итак, давайте посмотрим, какие еще документы мы можем сформировать. Кроме наших накладных вторых 12 счет фактуры, еще сделать товарно-транспортную накладную. Здесь можно заполнить соответственно транспортное средство, которое будет перевозить наш товар, перевозчик, вместимость, грузоподъемность, водитель, то есть все данные, которые нам дадут, и тогда можно распечатать третий документ в комплекте реализации, это товарно-транспортная накладная. Ну и давайте с вами теперь рассмотрим ответственное хранение. Ответственное хранение я предлагаю сделать также через документы продажи, через заказ клиента, но в данном случае будет у нас выбрана операция по отгрузке на ответственное хранение, передача на ответственное хранение. Опять мы смотрим с вами в заказе клиента на операцию. и выбираем передача на хранение с правом продажи. Опять же оговорим, что право продажи возникает в том случае, если мы в срок не забрали с хранения наш товар. Значит передаем на хранение с правом продажи. И опять обращаемся с вами к соглашениям и выбираем соглашение с видом операции передача на хранение. Я зашла в наше соглашение и смотрим. Вот наша операция. В данном случае передача на хранение с правом продажи. Что по условиям продажи точно также можно указать склад, с которого будет вести отгрузка, минимальная сумма заказов, валюта в рублях. Поставим, что цена включает НДС, либо не включает НДС. Все зависит от вашей организации и прочие условия. Мы можем указать, есть ли многооборотная тара, будет ли она возвращаться и другие виды. Соглашение выбираем заполнить. И опять же идем к товарам. Выбираем тот же кондиционер, который мы передавали в дистанционном управлении. В данном случае можно установить цену либо произвольную, либо дистрибьюторскую. По дистрибьюторской небольшая наценка, а может быть ее вообще не быть можно по себе стоимости передавать. Но все зависит от ценовой политики вашей организации. Точно так же можно указать доставку и все остальное. Давайте покажу, как на основании создаем. Создать на основании и допустим это у нас будет передача товаров хранителю. Потому что в данном случае это не в прямом смысле реализация. Пока еще это не реализация, это передача товара на ответственное хранение. И документ соответственно называется передача товаров хранителю. так у нас просто уже на основании заказа я уже делала. Сейчас опять же зайдем в связанные документы. Связанные документы. Вот наша первая, которую я делала. Соответственно документ у нас заполнился. У нас есть отметка о передаче по заказу. Мы выбираем договор. Согласно нашего соглашения, что это передача на ответственное хранение, у нас указан склад. У нас заполнились наши товары, цена, вид цены, ну и соответственно подразделение, с которого мы все это оформляли. Давайте попробуем провести и посмотрим наши проводки. Зайдем в видит-кредит, отразить регламентированном учете. Видим такую же проводку, как по договору комиссии, когда мы с вами делали. То есть не образовывается задолженность клиента по 62-му счету, а товары просто переходят с 41-го счета с наших товаров на 45-е покупные товары отгружены. И видим, что ведется аналитика по номенклатуре и по организации, которой мы отгрузили данный вид товара. Какие у нас печатные формы? Здесь у нас передача товаров хранителю. Можно простенькую распечатать. Можно распечатать ТОРК-12 и соответственно в ТОРК-12 у нас с вами будет установлено, что в данном случае происходит передача на хранение основания. также у нас заполнились все данные по данному кондиционеру и мы можем распечатать данный документ. Вот таким образом перепроводится передача товаров хранителю. Что мы с вами можем еще сделать? Это допустим если заказ уже не актуален, то мы можем его установить закрыть. Тогда наш с вами заказ будет закрыт. Давайте еще раз с вами бегло повторим, что мы сегодня с вами проговорили. Значит, мы сделали настройки в МСИ и администрирование в меню продаж мы указали все для розничных продаж, мы указали возможность комиссионных продаж и в данном случае мы указали передачу на ответственное хранение. Если вы, ваша компания не использует передачу на ответственное хранение, то, соответственно, мы можем отключить этот флажок. Для реализации мы можем использовать заказы клиентов, можем не использовать. Если мы используем заказ клиентов, мы формируем заказ клиентов. Кстати, хочу обратить ваше внимание, мы закрыли заказ, и сразу настал неактивный список. Если мы делаем заказ клиентов, то мы можем его здесь создать и создать накладную, допустим, на основании. На основании. Либо мы можем перейти в документы накладные к отправлению и уже здесь оформить на основании нашего заказа накладную. соответственно при оформлении заказа на ответственное хранение в документах продажи мы не увидим с вами документа по передаче на ответственное хранение, потому что это не продажа, а передача хранителю. Вот это все, что я хотела сегодня рассказать, поэтому какие есть вопросы, сейчас постараюсь ответить. Запись данного вебинара произведена и она будет у нас выложена на сайте Кодерлайн. ключевая разница в переходе права собственности я вам рассказывала, что переход права собственности либо проводится на основании договора, либо нет. в данном случае реализация товаров работы услуг прямая, то это переход права собственности. Если мы передаем хранителю, то в данном случае право собственности согласно договора не переходит и соответственно не образуется задолженность клиента перед нами. точно так же по комиссии по договору комиссии данный товар находится у комиссионера комитента и пока не будет реализован либо он может быть нам возвращен, но право собственности не переходит. Запретить реализации сверхзаказа необходимо в настройках договора. вот итак спасибо всем кто присутствовал на данном вебинаре. Запись будет на нашем сайте Коберлайн. Все контакты организации вы видите перед собой. Для связи можно использовать электронную почту, номер телефона. До встреч на новых наших вебинарах. До свидания. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ